Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Сегодня я представлю вам свой ТОП-10 Метал Баллад. Естественно, всё крайне субъективно и не претендует на истину в последней инстанции. Сразу хочу предупредить, что здесь будут треки команд, играющих в жанрах трэш, хэви и глэм метал. Да, мой топ не ограничивается одним только трэшем. Я искренне считаю, что глэмеры мастера красивейших баллад и моё отношение к ним не является предвзятым. Возможно, когда-то противостояние между трэшерами и глэмерами было актуально и заключалось в борьбе за одну аудиторию. Но сейчас, когда оба стиля не являются коммерчески успешными, то и делить им нечего, а нам, слушателям, и подавно. Давайте же сначала определимся, что такое баллада, и словарь Ожегова даёт нам следующее определение. Первое. Лирическое или лироэпическое стихотворение особой формы на историческую, обычно легендарную тему. Второе. Сольное музыкальное произведение повествовательного или героика эпического характера. И если мы рассматриваем балладу как музыкальное произведение, то в современной музыке оно утратило сюжетный и повествовательный характер. Как правило, это выражение душевных меланхоличных переживаний автора под размеренную и крайне мелодичную музыку. Вот примерно так же я понимаю понятие и метал-баллада. Только, естественно, с использованием характерных для металл-музыки инструментов. Нередко с добавлением клавиш и акустических гитар. Давайте же перейдём к топу. Но перед тем, как мы начнём видео, хочу обратить ваше внимание на один молодой ютуб-канал Нержавейка. Там автор поднимает довольно интересные темы, касающиеся рок-музыки. От битлов до рассуждений об авангарде и грайндкоре. Также на канале выходят ролики о знаменитых и не очень музыкантах, примечательных событиях и о новых релизах в мире музыки. Так как у меня не особо много времени, чтобы рыть интернет в поисках чего-то, что не касается экстремального тяжеляка, то канал Нержавейка как раз приходит на помощь. Предлагая то, что действительно стоит выделить из бесконечного инфопотока. И честно сказать, я думал, что меня уже не закликбейтить на просмотры каких-то музыкальных или околомузыкальных видео. Но автор Нержавейки доказал обратное. Он поднимает такие темы, мимо которых я просто не смог пройти. Например, рассуждение об уникальности голоса Фредди Меркьюри. Я думаю, многие бросились переслушивать Квинт после просмотра Рапсодии. Или о поклонниках, попавших в состав любимой группы. Да ещё и угла с оргазмом Нострадамуса зацепил, за что отдельный респект. Особенно запомнился ролик «Зачем музыканты ломают гитары», где автор рассказывает об истории возникновения и сути этого явления. Здесь даже самое первое видео имеет символичное название. Какая была первая песня в стиле рок? Я думаю, что это крутой канал и на него обязательно стоит подписаться. Тем более, что контент обещает быть регулярным. В общем, переходите по ссылочке в описании, подписывайтесь на канал и, конечно же, передавайте автору Нержавейка привет от Депрайза. На 10 месте я расположил песню Watch the Children Pray от группы Metal Church с альбома The Dark. Да, очевидно, что красивых песен в металле, которые собраны гораздо лучше, чем этот трек, много. Но есть одна причина, по которой Metal Church попадает в мои топы. И это потрясающий саунд альбома The Dark, которым я восхищаюсь и считаю настоящим чудом своего времени. Звук олдовых трэш-команд – это краеугольный камень жанра. С одной стороны, он передает настроение времени, а с другой – в своей аутентичности иногда приобретает совершенно неслушабельные формы. А Watch the Children Pray доказывает, что можно звучать и олдово, и великолепно одновременно. На 9 месте я расположил песню от одних из самых жестких глэммеров Wasp – Wild Child. И эта песня имеет довольно интересную историю создания. Она была написана еще в 83-м году во время первого тура Wasp для группы Motley Crue. Но Motley Crue сочли ее неподходящей для себя. В итоге Wild Child была выпущена синглом в 86-м году. Вдохновленные второй частью фильма «Безумный Макс» и образом главного героя Wasp и выдали такую великолепную тему о свободе, любви и ревности. Песня отлично исполнена и подана очень эмоционально. При прослушивании вызывают только самые приятные эмоции. Wasp – Wild Child. 9 место. На 8 место я поставил еще одних экстравагантных глэммеров Twisted Sister и их песню The Price. Она отличается от всего того заводного творчества, которое характерно для группы. Эта композиция много значит для AJ Pirro, так как во время ее записи он пережил болезнь и смерть отца. И впервые в клипе на эту песню в 80-е группа предстала без грима. Twisted Sister – The Price. 8 место. На 7 месте у меня прекрасный трек от мастеров трэша Testament – Return to Serenity. Мощный и в то же время максимально мелодичный с хорошо читаемым почерком музыкантов группы. Трек действительно оправдывает свое название и отправляет сознание в безмятежность. Testament – Return to Serenity. 7 место. В 6 место занял трек Look for the True от Iron Maiden с альбома X-Factor, исполненный великолепным вокалистом Блейзом Белли. Конечно, у фанов Iron Maiden было много претензий к Белли. И он, наверное, действительно испытывал очень большое давление как со стороны публики, так и внутри группы. Но если честно, то до X-Factor я особо внимания на Iron Maiden-то никогда и не обращал. И только когда мне в руки попался диск, я проникся творчеством этого коллектива. Хоть оно и отличается от всего того, что группа делала до и после него. Возможно, из-за того, что Блейз пытался копировать интонации Диккенсона, я и привык к такой манере вокала. И в дальнейшем уже переключился на мейденов с плюсом на вокале. А Look for the True слушал на репите много-много раз. Заслуженное 6 место. На пятом месте песня группы Megadeth In My Darkest Hour. Дэйв Мастейн написал эту песню, когда узнал о смерти Клиффа Бёртона. Вот как он сам описывает это в своих мемуарах. Какой бы ни была причина, чувство вины, гнев, печаль, я повесил трубку, сел в машину и поехал в город, чтобы купить немного героина. Я раскурился, сидел и плакал некоторое время, а затем взял гитару и начал писать. За один присест я написал всю песню In My Darkest Hour, которая появится на следующем альбоме Megadeth. Это довольно занимательная композиция. Текст песни был скорее о моих сложностях в отношениях с Дианой в то время, чем о чем-либо еще. Но музыка, звучание и атмосфера песни были инспирированы болью, которую я ощущал, услышав о смерти своего друга. Megadeth In My Darkest Hour. Пятое место. Четвертое место я опять отдал Глэймерам, на этот раз Скидроу и их великолепной балладе 18 and Life. Мне кажется, что в этом треке прекрасна каждая мелочь. Охренительный общий саунд, взрывной припев, чумовое соло, прибирающее до мурашек, невероятная работа с динамикой. Ну и конечно же, она отправляет меня в воспоминания о своей говнарской потлатой беззаботной молодости. Когда казалось, что мы будем жить вечно, а все самое лучшее еще впереди. Иногда хочется ощутить ту легкость. И вот слушая 18 and Life, на какой-то миг это удается. Скидроу, 18 and Life, четвертое место. Тройку лидеров открывает великий и ужасный Оззи Осборн и его трек I Just Want You. Животная и грубая энергия, обернутая в неповторимое исполнение и велику Оззи. Это как признание в любви первобытного человека. Помню, у одного фаната Мерлина Мэнсона с тусовки на приеме у психиатра в военкомате спросили за подведенные глаза. Ты что, Оззи Осборна слушаешь? После чего он радостно рассказывал нам эту историю, хохотал и говорил, ага, еще бы про Диперпл спросили. Я подумал тогда, а чем плохо Оззи Осборн? Тем более, все вокруг слушали Нирвану, Наутилус, ДДТ и Цоя. И когда мне хотелось послушать чего-то красивого, то я включал I Just Want You Оззи Осборна. На втором месте Metallica, Fate to Black. Эта песня легко могла бы возглавить данный топ, но из-за некоторых субъективных причин этого не произошло. По сути, Fate to Black это первая баллада группы Metallica. Существует даже легенда, что этот трек родился, когда у группы украли все оборудование. Ну и пара известных фактов. В 92-м году, исполняя Fate to Black, Хэтвуд попал под пиротехнический взрыв и получил ожоги. После чего на 4 недели функции ритм-гитариста были поручены Джону Маршалу, как раз из группы Metal Church. И эта песня стала последней, которую, находясь в официальном составе Metallica, Джейсон Юстед исполнил с группой в 2000 году. Но больше всего мне нравится, как группа сама вспоминает о Fate to Black. Fate to Black была самой личной песней из всех, самой искренней. У нее обратили больше всего внимания, даже мейнстрим прислушался. Прикольно, конечно, все крушить, но потом ты ощущаешь внутреннюю пустоту. В то время мы с Джеймсоном много думали о смерти. Помню, я пришел к своей подружке, а ее сестра крутила Fate to Black снова и снова. И я подумал, надо же, эта песня для кого-то что-то значит. И первое место. Без капли сомнения я отдаю группе Manovar и их песни Hot of Steel. Это первый трек, который я услышал у Manovar, и он заставил меня полюбить тяжелую музыку. Это было лето 97-го года. Несмотря на то, что к тому времени я уже слушал Metallica и еще какие-то тяжелые группы, но именно благодаря Manovar у меня проснулся энтузиазм и неистовое желание узнавать как можно больше о Металле и группах его исполняющих. Сам же трек Hot of Steel представляет из себя эпическую балладу о непоколебимости духа и силе воли. О преодолении препятствий в борьбе за свои идеалы. До сих пор Hot of Steel вдохновляет меня и остается одной из самых любимейших песен. Друзья, вот такой топ-10 у меня получился. Вы можете обсудить его в комментариях и конечно же поделиться своим топ-10 металлических баллад. Было бы интересно почитать. На этом пожалуй все. Увидимся на стриме в пятницу. Не забывайте подписываться на канал Нержавейка. И спасибо всем, кто смотрит мои видео, ставит лайки, пишет комментарии и конечно же подписывается на канал. А с вами был Дипрайс. Пока!